Вестерн по-белорусски 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 В итоге Мужчина понял, что спрос Превысит любое предложение И стал разрабатывать схему Хищения топлива В крупных объемах Вестерн по-белорусски Вестерн по-белорусски Вестерн по-белорусски области. После передачи уголовного дела в управление Следственного комитета по Гомельской области подключилась к расследованию. Обеспечивала планирование расследования и проведение важнейших следственных действий. Провела анализ всех изъятых документов, а это около 13 ящиков. Допросила большинство фигурантов и свидетелей. Всего по делу было проведено около 80 допросов. Установила всю преступную схему и выявила в ней противоправные действия фигурантов. Занималась разработкой постановлений о привлечении в качестве обвиняемого. Готовила все важнейшие документы, касающиеся уголовного дела. Помимо следственных действий, это допросы, очные ставки, осмотры, было изъято большое количество документации непосредственно в локомотивном депо и на станциях. Надо было сопоставить и материалы оперативно-розыскной деятельности, и их показания, и информацию в документах. В том числе была назначена внеплановая документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия по вопросам соблюдения законности при списании топлива. Основным идейным вдохновителем и организатором схемы стал житель поселка Октябрьский. Мужчина понял, что на краденной солярке можно неплохо зарабатывать. И это при том, что большая часть денег от проданного топлива доставалось машинистам поездов. Все-таки экономили они, да отвечать в случае чего за пропавший дизель тоже пришлось бы им. Но объемы со временем стали настолько большие, что даже с 20-30 копеек на литре прибыль была внушительной. Я не скажу, что они продавали намного дешевле, но правильно говорить, зато за количество объема эта сумма большая была. Поэтому я так понимаю, что раз они занимались это в продвижительное время, рисковали, хватало всем, все были довольны. Плюс мы опять возвращаемся к тому, что не было проблем с сбытом граждан. Вначале организатор платил локомотивной бригаде за каждый похищенный литр. Но со временем при сделках стал получать от машинистов порядка 20 литров бесплатно в качестве бонуса. Похищенное он как перепродавал знакомым, так и рассчитывался топливом со своими сообщниками. Ведь провернуть в одиночку такое дело было невозможно. Потому что не всегда, мы же понимаем, что не один человек будет сделать такое количество топлива, где там, например, по 10, 15, 20, например, 40-литровых канистр за раз. Один человек это не может сделать, поэтому это нужно было очень организовать. И этим занимались не машинисты. Машинисту была своя роль, скажем так, в этой группе им создать излишки, допустить этих наших, скажем так, соучастников к месту хищения. Ну и в дальнейшем списать, чтобы в документах было все спокойно. Ну и поделить вырученные деньги. Для того, чтобы увеличить объемы сэкономленного топлива, машинисты стали вмешиваться в работу топливной системы приборов учета локомотива. Подробно, как это делалось, мы не рассказываем умышленно. Но благодаря проведенным манипуляциям локомотивной бригаде удавалось создавать видимость, что их состав находится в пути дольше, чем это было на самом деле. А поскольку учет на железной дороге идет не в километрах, а часах, то появилось неизрасходованное топливо. Само создание излишков, оно и предполагает, что по документам будет все чисто. Они излишки создавали как путем экономии, а они утверждали, что только путем экономии первоначально, так и путем вмешательства в работу приборов безопасности. Это у них в тепловозах стоят скорости меры, фиксируют параметры движения тепловозов. Путем вмешательства в часовой механизм. То есть если там как-то воздействовать, то будет отражаться, что тепловоз работает, это в это время он не работает, фактически стоит. Оборудование исправно. И в принципе им запрещено совершать несанкционированное вмешательство в исправно работающее оборудование. Но путем воздействия на часовой механизм они имели возможность завышать именно время маневровых работ. Практиковалось и такое, что бригады передавали друг другу сэкономленное топливо. Делалось это для того, чтобы не сливать его каждую смену. К тому времени в депо уже сформировалась группа машинистов, которая постоянно занималась хищением, и ее представители были почти во всех сменах. Что же входило в функции организатора схемы и его сообщников? Поскольку сливать топливо прямо в депо было слишком рискованно, партнеры решают похищать дизель с движущегося поезда. Ну, во-первых, это исключало риск быть замеченными, а во-вторых, избавляло машинистов от беспокойства из-за внезапных проверок. Когда ты ставишь на стоянку, на отстой тепловоз, и проверка, внезапная проверка, как должно быть, как в инструкции мы смотрели, по их инструкциям должны были приходить внезапные проверки и проверять их наличие топлива в баке. Как только обнаруживаются излишки, и эти излишки не оприходованы, это и есть подготовка к хищению. Поэтому это был определенный риск, и никто не хотел рисковать. Лучше это было сделать до, чтобы потом не нарваться на какую-то проверку, а потом впоследствии объяснение, как у тебя получить излишки. А иногда были просто недостачи. Уже слито топливо, а надо было его наращивать. В начале рабочей смены локомотивные бригады при приеме тепловозов, следующих в составе поездов по участку Бобруйск-Рабкор-Бобруйск, получали необходимый объем дизельного топлива. Далее работники Бобруйского депо связывались с подельниками. Либо сам организатор, либо люди, которых он определил, подъезжали на автомобиле в заранее оговоренную точку, на безлюдном участке. Как правило, это было возле леса на территории Октябрьского района. Один из них подсаживался на тепловоз и на ходу сливал топливо в полимерные канистры. На этой записи видно, как во время посадки фигурант тянет за собой целую связку емкостей. Схема была такая. Они вступили в предварительный преступный сговор, договорились о том, что тепловозы, которые прибывают на станции Рабкор, это непосредственно вблизи Октябрьского, они выполняют там маневровую работу. То есть некоторое время тепловоз либо стоит, либо там выполняет какие-то движения по перевозке, по перемещению грузов. И непосредственно перед станциями, за станциями, где какие-то конструктивные особенности железнодорожного пути, он снижает скорость. В это время легко проникнуть в тепловоз, в дизельное помещение. Ну, естественно, локомотивная бригада должна обеспечить им такую возможность, даже если где-то скорость не надо снизить. Уже в локомотиве машинисты своему визитеру открывали дверь отделения, где находилась топливная система. Там он отсоединял шланг и вставлял его прямо в канистру. Одна емкость заполнялась примерно за несколько минут. Всего запланированный налет длился менее часа. Но порой случались и внештатные ситуации. Был случай, когда наш житель ГП «Октябрьский», находясь в тепловозе, не смог открыть дверь из компрессорного отделения, где он находился с канистрами. Он стучал им, но никто не слышал. В итоге часть топлива... Он наполнил все канистры, которые с собой взял, но топливо еще часть шланга разлилась. И в итоге на следующий день было похищено меньше, поскольку уже вот у них там недостача топлива выходила по их подсчетам. После проделанной работы гость удалялся. Наполненные канистры сбрасывались прямо на ходу. Затем их подбирали сообщники, которые уже ждали поезд в определенном месте. Загрузив емкости в машину, они отвозили их в гараж. Там-то и происходила дележка топлива. Тут по-разному. Один человек, который больше всего участвовал, больше всего факта у него именно проникновения в тепловоз. Ему топливо не доставалось, в принципе, оно ему без надобности было, у него транспортных средств нет. Ему давали денежные средства. Это не зависело от объема. Ему, в принципе, давали немного, 15-20 рублей за один случай участия. Один из участников, он как себе брал, так и реализовывал. Что касается еще двоих, они в основном топливо брали себе. В основном, даже один из них больше всего приобретал. Чаще всего топливо сбывалось все в тех же гаражах. Цена была нижерыночной на 20-25%. Причем среди клиентов злоумышленники предпочитали видеть либо своих знакомых, либо людей, за которых кто-то поручился. Цена не снижалась слишком много, насколько я знаю. Они похищенный топливо не продают за полцены, как правило. Они продают за две трети, там, где-то чуть ли не за всю засадочную стоимость. Но для гражданина, для него даже 50 копеек, если ты очень много ездишь на машине, тебе даже 50 копеек с цены, установленной государством, это все равно плюс. И мы все понимаем, даже 2 копейки, то выгодно. Если ты, конечно, не думаешь об уголовной ответственности, если тебе все равно, то понятно, что если тебе будут предлагать одну канистру, например, за 2,30, а вторую за 2,40, ты все равно купишь за 2,30, даже если все будет 10 копеек. Для конспирации во время телефонных переговоров использовалась своя терминология. Таким образом, подельники думали запутать правоохранителей, даже если ими заинтересуются. Но следователям подобрать шифр своеобразной терминологии оказалось несложно. Места называли условными словами. Там у бабушки, на кладбище, на картошке, еще где-то высаживаемся на луне. Ну, абсолютно разные. Только они знали, что это означает. Ну, то и при допросах поясняли. Количество топлива, которое предполагалось похитить, они тоже завуалированно называли, в канистрах измеряли по 30 литров, ну, называли разными словами. Там и блинчиками, и бутылочками, и килограмм огурцов, и там металл мне десятка надо. Ну, и было понятно, о чем причем. Всего с июля 2021 года по март 2022 сообщники Оруде в разном составе преступной группы похитили более 12,5 тонн топлива на сумму свыше 29 тысяч рублей. С учетом того, что дизель они продавали на 25% дешевле, то их чистый заработок составил чуть более 20 тысяч. Большая часть из этих денег доставалась машинистам, но и организатор с сообщниками тоже зарабатывали неплохо. В марте 2022 года двоих человек удалось задержать с поличным. Один из них сбрасывал канистры с локомотива, а второй подбирал их. С этого момента к делу подключились следователи, которым нужно было установить истинные масштабы похищенного и всех участников, причастных к преступлению. Задача была и выяснить все обстоятельства, и установить новых причастных лиц, и установить весь объем хищения, ну, и при достаточности доказательств принять окончательное решение о передаче дела в суд, предъявление обвинения. На тот момент, когда к нам поступило дело, не все были допрошены из них, но в ходе проверки, в первые дни, в день задержания, все сообщали о своей причастности, признали большой объем похищенного, но впоследствии уже при допросах они, видимо, и скорректировали свою позицию, в целом они свое участие в хищении не отрицали, но поясняли, что гораздо меньше они похищали, очень часто у них не получалось, даже если планировали и собирались, ну, а если получалось, то похищали меньше, чем хотели. Сложность для следователя заключалась в том, что нужно было не просто выяснить, в какой день и при каких обстоятельствах было похищено топливо, но и кто конкретно из 11 человек, которые работали в группе, был в деле в конкретный день, ведь никто из подозреваемых не хотел брать на себя чужую вину. Мы понимаем, что эти люди, которые привлекались к ответственности, они, скажу честно, боролись за каждый литр, то есть нам нужно было доказать из этих 12 тонн, что это действительно 12 тонн, а не то, что там примерно. У нас вообще в уголовной практике и в процессе доказывания примерно ничего не делается, то есть мы должны обязательно, если человеку вменяем какую-то цифру в минуту, то она должна быть доказана уголовным делом и доказана должна быть объективно так, чтобы в суде не возникло сомнения, что это какой-то приблизительный цифр. Каждый у них не хочет отвечать за все, то есть каждое лицо должно отвечать за то, что оно совершило. Если он совершил именно этот эпизод, оно доказано, ну да, если нет, никто же не хочет, это понятно, что весь ущерб придется выплачивать. Со временем была установлена и роль каждого из участников. От машинистов, которые экономили топливо, до организаторов схемы. Именно этот мужчина вел переговоры с сотрудниками депо и находил людей из своего окружения, кому отправиться на дело. Четко распределенные роли. Сливал, получал водитель, реализатор, лица, которые там доводили информацию, скажем так, людей, которые понимали, что вот у нас есть топливо, пожалуйста, кто-то продавал, кто-то сидел. Это была, ну, организованная группа. Сверялась с документами, но еще же нам нужно было из этих, я вот могу заблуждаться, сколько мы человек привлекали, было десяти, наверное, ну, к примеру, да. Нам же необходимо было установить роль каждого в каждом преступлении. То есть у нас не только установить количество похищенного, но кто из этих фигурантов, с кем был, как окон, в конкретном виде же так или нет. То есть если мы, например, указываем, что такой-то машинист был к такому-то, к такому-то, то мы должны это установить. Что не с копом, а вот именно в этот момент жуток времени, в этот конкретный день вот было похищено именно столько топлива именно вот этим человеком, совместно с этим. А учитывая, что никто показания, как правило, не дает или дает ложные, то это было очень сложно. Пути из оперативных мероприятий, перекрестных допросов, очных ставок и так далее, по-моему, очень много работы. На основании собранных по отделу доказательств следствие квалифицировало действие восьми фигурантов, исходя из роли каждого по статье «Присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено». Совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере Уголовного кодекса Республики Беларусь. «Обвиняемые получили от двух до двух с половиной лет лишения свободы, кто со штрафом, кто без штрафа, и кто с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности, связанные с хранением, получением и распоряжением материальными ценностями, но ко всем была применена отсрочка наказания». Еще одним важным итогом расследования уголовного дела стало предписание Следственного комитета в адрес локомотивного депо. Ведь, как выяснилось, если бы там более пристально следили за работой машинистов, то хищений в таких больших объемах можно было бы и избежать. «Жестко указали о том, какие недостатки выявлены, и потребовали устранить эти недостатки, привлечь к ответственности дисциплинарной. Я вам больше скажу, что если будет выявлено и халатное отношение к службе должностными лицами, которые обязаны были это проверять, и это будет в следственной связи с наступившими последствиями, то не исключено, что может быть и будет инициирован вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц этого локомотивного депо по статье «Бездействие». Поэтому тут еще, я думаю, что точку еще не поставим. Мы ждем пока ответ на представление, и после этого будем смотреть, насколько добросовестно они разобрались, насколько они устранили вот эти недостатки. После этого мы имеем право приехать и посмотреть, проверить, насколько это действительно так, чтобы это не было простой отписки». На стадии предварительного расследования обвиняемые частично возместили ущерб свыше 19 тысяч рублей. Сейчас эта сумма еще большая. Также на имущество фигурантов наложен арест на общую сумму более 100 тысяч рублей. Но, кстати, одному из фигурантов это все неинтересно. Еще до возбуждения уголовного дела мужчина уехал за границу. Он объявлен в розыск. «И если у человека хоть один шанс, хоть один, будет о том, что ему все-таки могут не понимать, он будет совершать преступление. Если мы уберем этот шанс, то человек будет понимать, любое действие, которое он сделает, он будет установлен. И очень быстро установлен. Это поменяет. То есть тогда это как-то повлияет на человека. Но как только человек будет думать, что «а вдруг поймаю всех, кроме меня», у нас такая политика, ну, менталитет такой у человека, значит, со мной это не случится. Он будет совершать преступление. Наличие того, что меня могут не поймать, это определяющее во всем. Это дело стало уникальным в своем роде. Материалы расследования войдут в методические пособия, если вдруг сотрудники Следственного комитета снова столкнутся с аналогичной схемой кражи топлива. Как говорят сами следователи, работа по каждому уголовному делу является пособием для будущих расследований. Но есть и особенные материалы, как в этом случае. Ведь для того, чтобы докопаться до истины, следователю пришлось изучить 13 ящиков документов. Да и наработанная практика уже никуда не пропадет, а станет примером для других правоохранителей. Субтитры создавал DimaTorzok